Кошечка Квася и котик Мусик. Две маленькие жизни, которые рядом очень много лет. Как смириться с тем, что век животного недолог? Они так быстро стареют, а тебе кажется, что это было только вчера. Одним мгновением пролетела их короткая жизнь. Нам приходится снова и снова испытывать боль утраты. Неважно, сколько у тебя животных и сколько ты уже потерял, к этому невозможно приготовиться и не привыкнуть. Пока волонтер Людмила Чернецкая пыталась, боролась за жизнь Жули, горевала по Рексику, занималась лечением то Персика и Марфика, решала другие не менее важные проблемы. Рядом почти незаметно угасают еще две маленькие жизни. Квася это тихое, еле заметное создание. Она появилась у хозяйки более 11 лет назад, как собственно и котик Мусик. Это, пожалуй, одни из старейших наших коты. Уже долгое время волонтеры-инвалиды поддерживают их здоровье, но время и годы берут свое. С каждым днем они слабеют, и она понимает, что это начало конца. У Мусика уже долгое время проблемы с нижней челюстью. Она постоянно воспаляется, а вдобавок, как и у многих других, проблемы с поджелудочной железой. Сам он не кушает. Приходится постоянно уговаривать. Каждый день мы повторяем процедуры обработки. Это лишь на время ему помогает. У Квасеньки проблемы с почками. Девочка тает на глазах. Она из последних сил пытается держаться, а волонтер не знает, что еще для нее сделать, чтобы помочь. Ей становится хуже с каждым днем. И что делать волонтер просто не представляет. Хозяйка видит, что теряет ее, а помочь ничем не может. Друзья, у нас очень много больных. Они не кушают обычную пищу. Людмила Чернецкая старается покупать им мягкий корм, но даже больным женщина не может обеспечить его в достатке. Поэтому дает выборочно, кто уже фактически кроме него ничего не ест. Пожалуйста, помогите нам. Может кто-то может помочь приобрести для больных котиков паштеты и мягкие корма. Нам очень нужна ваша помощь. Очень много средств уходит на лекарства. А также просто питание для остальных хвостиков.